Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном винограду, росту и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградаре по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами будем разговаривать о чеканке винограда. Поговорим, что это за операция, зачем ее делать, когда ее нужно делать и всегда ли ее нужно делать. Кроме того, наверняка многие из вас слышали, что чеканка помогает вызреванию лозы. Мы также разберем этот момент и выясним, действительно ли это правда. Итак, что такое чеканка винограда? Это удаление верхней части побега, как правило, с несколькими листьями. То есть не просто прищипывание верхушки, точки роста, это будет прищипывание. А чеканка это когда у нас уже часть побега выросла и мы его удаляем. Для чего это нужно? Одни говорят, что чеканку нужно делать для того, чтобы не развивались заболевания в виде профилактики. Почему? Смотрите, там нарастают молодые листья. Как правило, нижние листья. Они более жесткие. И особенно если мы проводили какие-то профилактические обработки, они уже имеют определенный иммунитет. Молодой прирост этого иммунитета не имеет. И поскольку там нарастает вот этот молодой прирост, он может заболевать. Ну вот считается, что удаление этого прироста молодого уменьшит вероятность развития заболевания. Да, это действительно может быть так. Второй момент влияния чеканки на возревание лозы. Вот этот момент на самом деле очень спорный. И если глубоко копнуть тему, то разные авторы имеют разное мнение. И здесь смотрите, что очень важно, чтобы оно повлияло провести эту чеканку вовремя. И где-то вы можете встретить, например, чекание в середине июля или чекание в августе. Друзья мои, опираться на какой-то календарь абсолютно бессмысленно. Почему? Да все просто. В разных регионах в разные месяцы виноградные лозы развиваются по-разному. Даже на одном участке виноградные лозы развиваются по-разному. Вот смотрите, сейчас я стою рядом с Дилкой. У нее уже начинаются процессы возревания лозы. У нее сейчас активно красится ягода, она еще наливается. И рост очень заметно приостановляется. Это вот прям видно-видно. А вот здесь у нас ландонуар. И несмотря на то, что у него сейчас тоже красится ягода, но он находится в очень активной фазе роста. Я вам открою секрет. Я третий раз уже здесь провела чеканку. Уже чеканила пасынки. Первого порядка. Уже активно начинают рост пасынки второго порядка. Если мы проводим чеканку в период активного роста, мы стимулируем очень активный рост пасынков. И нам придется чеканить, чеканить и чеканить. То есть в такой период активного роста делать чеканку, ну, в общем-то, бессмысленно. Почему мы здесь делаем? Да просто потому, что расти дальше некуда. Здесь высокие шпалеры. Все. Дальше расти некуда здесь. Видите, какая стена? И это две плоскости. То есть размещать все это просто негде. А при этом смотрите еще какой момент. Когда мы осуществляем чеканку, да, то есть мы приостанавливаем рост, мы лишаем растений определенных зеленых частей листьев, которые, напомню, синтезируют вещества, поступающие в ягоду. Все сахара поступают именно от листьев. И ни от чего более. И сейчас вам приведу статью. Она размещена на Виноград.Инфо. Так вот видите, что опытным путем было установлено, что на участке, где производилась чеканка, сахара накапливалось меньше. В южных регионах это может иметь смысл. Почему? Потому что бывает, что из-за хорошей погоды, из-за разных обстоятельств, сахар в ягоде накапливается раньше, чем приходит фенольная зрелость. А напомню, для красных вин первоначально должна быть фенольная зрелость. И в таком случае чеканка имеет смысл. Там имеет смысл ограничивать рост. Там имеет смысл, чтобы лоза страдала. Как раз таки для того, чтобы сдержать это бурное сахаронакопление. Но мы с вами находимся не в южных регионах. И проблемы переизбытка сахара у нас нет. Поэтому для нас, чем листьев больше, тем лучше. В этой же статье, черным по белому, сказано, что чеканка не только не способствует вызреванию лозы, а наоборот ее задерживает. Поэтому ради вызревания делать ее смысла никакого нет. А еще смотрите, что происходит. Кстати, и в статье это описано. Вот наши северные регионы, пусть не северные, пусть средняя полоса, чем характеризуется тем, что у нас конец августа, начало сентября, может начинаться сезон дождей. Что такое лист? Лист это мощный насос влаги, который ее испаряет. Когда мы лишаем растения, части листа, вода эта все равно идет. Только если бы ее лист испарял, а так она идет в ягоду. И что мы получаем? А, мы можем получить треск. И вы можете хоть сколько угодно вылить кальция. Это бесполезно. С кальцием вообще я много раз говорила, надо уметь работать, надо давать его вовремя. И это абсолютно не панацеат треска. Надо понимать особенности растения, надо понимать его физиологию, и тогда мы научимся им управлять. Так вот, в наших регионах поддерживать большую листовую массу, это классно. И в момент, когда у нас уже созревает ягода, и мы знаем, что могут быть дожди, не надо чеканить. Даже если у нас там сверху будет такое гнездо, которое всем мешает. Понимаете? Из двух зол мы должны выбирать меньшее. И перед дождями чеканить не надо, потому что мы убираем вот эти лишние насосики, которые у нас эту воду могли убрать. Получаем либо ягоду водянистую, с размытым сахаром, либо, что еще хуже, треск. Что нам ни в коем случае не выгодно. Следующий момент. Особенно касательно чеканки молодых растений, молодых саженцев. Если им есть куда расти, пусть растут. Вот не мешайте. Где-то я читала, вот на каких-то форумах, что надо убрать, чтобы развивалась корневая. Одна простая истина. Верх и низ находятся в балансе. Если слабый верх, будет и слабый низ. Если вы его ограничиваете, то и рост корней тоже будет ограничиваться. Все, корни не могут расти сами по себе при маленьком верхе. Такого не бывает. Это закон природы. Так вот. Молодые растения можно чеканить и достаточно низко, если они у нас растут в школке. Как раз таки для того, чтобы ограничить рост вот этой самой корневой системы. Для того, чтобы нам было легко выкопать эти растения. Потому что на самом деле выкапывать школку с огромной корневой это тяжкий труд. Это адский труд. Те, кто это знает, те, кто это прошел, все это ценят и все это понимают. И вот встречали мы много раз, что некоторые виноградари там буквально на метре, а может быть и ниже, чеканят. С четкой и определенной целью. Если у вас нет цели выкопать саженец, его куда-то перемещать, пересаживать, то не надо мешать ему расти. Вот смотрите примеры. Тут такой достаточно жирующий побег на одной плоскости, на другой плоскости. И зачем мне его чеканить? У меня, видите, здесь пробел на шпалере. У меня есть место. Что я сделала? Я его наклонила немножко и пустила поверху все. Пусть он там растет. Вот сколько сможет расти, столько будет расти. Пока не мешает, пусть растет. Уже если бы не было места, вопрос другой. Вот с той стороны то же самое. Есть возможность на хозпостройку запустить? Все. Пусть растет. Другое дело, когда такой возможности нету. Здесь шпалера плотно занята. Уже пускать некуда. Нет, есть вариант куда? Есть вариант свисающего прироста. Кто-то, допустим, такие побеги дальше может пускать в горизонт, сверху, на какой-то навес. Пожалуйста, если есть такая возможность, пускайте. Именно свисающий прирост мы один год попробовали. Вот это у нас с лопухами, это зилга. Она у нас выросла вверх и выросла полностью вниз до земли. Но, смотрите, у нас и так две плоскости. Получается в таком случае их, в общем-то, три. Большое затенение, слабое проветривание, поэтому в нашем случае смысла нет. Все доросло, мы чеканим. Есть какой-то навес, можно пускать туда и пусть растет. Важный момент при чеканке оставлять два-три верхних пасынка, не прищипывая им верхушки, чтобы были точки роста. Затем, смотрите, вот на данном примере три пасынка. Они начинают расти. Потом я верхние обрезаю на два листа. Немножко розы тормаживаются, начинают расти пасынки второго порядка. Потом, если надо, то нижние точно так же укорачиваю. Нам надо, чтобы у растений всегда была точка роста. Это обязательное условие, иначе у нас могут вскрыться основные почки. Пойти в рост, а для нас это очень плохо. Поэтому соблюдайте это условие обязательно. И не делайте ненужную работу, особенно для молодых саженцев. Растут, и пусть растут. Хотим, чтобы возревали, прекращаем поливы, подкармливаем сульфатом калия, либо монофосфатом калия. Вот это то, что работает на возревание лозы. Если он растет бурно, то сдерживать этот бурный рост не стоит. Все равно растение возьмет свое. Повторю еще раз, мы чеканим тогда, когда понимаем, что нам уже располагать побеги негде. Уже они не помещаются никуда. В таком случае, да, мы их чеканим. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, наши контакты. До новых встреч!